Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Страницы истории, которые можно полистать в историко-культурном центре, состоялась презентация книги-альбома «90 лет Ленинскому району». Это будут читать дети, это будут читать внуки, это будет частью истории. Муниципальный форум «Управдом» прошел в Доме культуры поселка Петровское. Все это ложится премием на управляющие компании, а в итоге у управляющей компании складывается задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. На советские улицы произошло дорожно-транспортное происшествие. По страницам истории родного края можно будет прогуляться всем читателям нового издания, над созданием которого работали лучшие редакторы, авторы и краеведы Видновской земли. В историко-культурном центре состоялась презентация книги-альбома «90 лет Ленинскому району». В числе первых, кому посчастливилось получить книгу с автографом автора была Юлия Погасьян. Несколько месяцев создатели книги-альбома «90 лет Ленинскому району» собирали богатую коллекцию фотографий, писем и воспоминаний, накопившихся за всю историю муниципалитета. Это уже не первое издание, в котором рассказывается о событиях разных лет. До этого краеведы выпускали похожие материалы, но в этот раз. Команда авторов как никогда расширенная. В нее вошли и сотрудники газеты «Видновские вести». Сегодня уже волнительно понимать, что это не просто очередной выпуск газеты, который прочитали, забыли, а завтра будут какие-то другие события. Это то, что остается надолго, на годы, на десятилетия. Это будут читать дети, это будут читать внуки, это будут частью истории. Торжественная презентация издания собрала всех, кто так или иначе причастен к тому, чтобы оно появилось на свет. Каждому хотелось поделиться своими воспоминаниями о создании книги. О своих впечатлениях после знакомства с альбомом рассказали и гости мероприятия. Я хочу поблагодарить и Алексея Васильевича, и все общество, и, конечно же, и наш совет, это федеральное общество, и все общественные организации, кто принимал в этом прямое участие за то, что вот мы сохранили и сохраняем традиции. Альбом выполнен из очень качественных материалов. Он приятен на ощупь, красочный и с яркими фотографиями. Отдельного внимания заслуживает золотая рифленая обложка. Такое издание хорошо впишется на самое видное место стеллажа. В нем несколько разделов. Прошлое, настоящее и будущее. Страницы книги рассказывают о том, как происходило становление Видновского края, какие перспективы его ждут. Такое богатство истории, как в нашем Ленинском районе, конечно, вместить в одно издание крайне сложно. Но этот экземпляр в себе собрал, я думаю, наилучшее, наиболее богатое, значимое для нашего муниципалитета. Книга потрясающая, я рекомендую всем ее найти, чтобы в домашней коллекции такое издание обязательно было. В книге представлены биографии нескольких самых ярких личностей, которые причастны к становлению Ленинского района. Благодаря этим людям наш муниципалитет и процветает. 20 героев Советского Союза, 23 героя социалистического труда, 3 полных кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, герои России, почетные граждане Ленинского района. Книга выпущена в ограниченном количестве, но при необходимости администрация Ленинского городского округа намерена увеличить тираж. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Муниципальный форум «Управдом» прошел в Доме культуры поселка Петровская. Ставший уже шестым по счету в этом году, он традиционно является площадкой, где поднимаются наиболее актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее о встрече расскажет Екатерина Коваленко. Председатели Советов многоквартирных домов, управляющие компании, районные власти и просто неравнодушные граждане стали участниками муниципального форума «Управдом». Первым пунктом повестки стал вопрос готовности к осенне-зимнему периоду. На дворе ноябрь и уже более месяца назад успешно стартовал отопительный сезон. Все батареи в многоквартирных домах Ленинского района горячие или теплые в зависимости от температуры на улице. Получаю звонок от жителей, которые говорят, у меня дома холодно. Задаю вопрос, батареи горячие, тепленькие. Начинаем общаться, выясняем, что чуть ли не ежедневно выезжает на данный адрес наша управляющая компания для проверки, регулировки и так далее. Оказывается, причины-то и нет никакой для беспокойства, потому что температура воздуха в квартире соответствует нормативу, а как кажется жителю холодной батареи, на самом деле она не холодная, подача теплоносителя идет регулярно. Котельная регулируется автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха. Конечно, тепло приносит уют в дом, но вот цифры в платежках становятся ощутимее. И, к сожалению, у жителей резко падает платежная дисциплина. Не боятся должники и пени. В результате у службы судебных приставов работы прибавилось. Уже сейчас выписано исполнительных листов на сумму более 150 миллионов рублей. А у управляющих компаний сплошная головная боль. Все это ложится временем на управляющих компаний, а в итоге у управляющих компаний складывается задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Наступает самое худшее, что ресурсник не может расплатиться с основным поставщиком газа, электроэнергии, воды, понимаете, да? И в этом случае администрация вынуждена либо давать муниципальные гарантии, либо, так скажем, в особом тоне работать с управляющей компанией. Сфера ЖКХ традиционно считается проблемной и касается каждого, у кого есть крыша над головой. Ничто не ускользнуло от внимания гостей форума. Собравшиеся обсудили буквально все – от уборки домов до капитального ремонта жилого фонда. И вопросов по нему было немало, иногда неожиданных. Я уже, скоро будет три года, как квартира комментизирована, и второй год уже два скоро будет. Ищу кому отдать деньги? Нет, в ликвидации не ищу. Прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления ЖКХ администрации Ленинского района Татьяна Полякова. Мы направили порядка 155 домов, приезда адресной перечни домов, которые подлежат включению региональных программ. На данный момент проходит сверка. Мы работаем с МИН ЖКХ. По вашему дому вы подойдите тогда ко мне, телефончик не дайте. Я завтра же проработаю вопрос с МИН ЖКХ, сверюсь и вам полностью ответ дам по данному вопросу. Форум «Управдом» помогает наладить прочную связь между чаяниями жителей и властными структурами. Ведь, как известно, вопросы лучше всего решаются в процессе прямого диалога двух сторон. И можно быть уверенным, что ни одно заявление не останется незамеченным. Каждый управдом у нас ведется протокол, все выступающие, все вопросы записываются. Потом мы контролируем выполнение, и чтобы до жителей дошли ответы. Если сразу человек не получил на управдоме ответ, да, есть такие вопросы, которые требуют какого-то длительного решения. Нужен какой-то период для исполнения. Значит, ему придет письменный ответ. О месте и времени проведения следующего, итогового в этом году форума «Управдом» можно узнать на сайте администрации Ленинского района. Как всегда, двери открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил пешехода. Сегодня в районе двух часов дня подросток переходил дорогу по пешеходному переходу от дома номер 6 по Советской улице в сторону кинотеатра «Искра». Точнее, ехал по проезжей части на самокате. Именно такую версию произошедшего выдвинул водитель автомобиля. Он вылетел на суде на самокате, я просто не успел среагировать. У него была большая у тебя скорость. Что у него было? У вас была большая скорость? У него скорость большая была. На самокате он статился со скоростью, вот тут развернулся и поехал вниз. Я вот его вот тут вот догнал. Как-то какую-то помощь первую оказали? Ну, сразу подошел к нему, посмотрел, что он живой, разговаривает. Какой у вас стаж вождения? Сейчас скажу. 27 лет. На место ДТП тут же прибыли сотрудники госавтоинспекции и скорая помощь. Полицейские взяли показания у водителя. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование. А мальчика доставили в приемный покой в Видновской районной клинической больнице. Врачи направили пострадавшего на обследование. По словам медиков, жизни молодого человека ничего не угрожает. О степени травм пока говорить рано. В любом случае он был госпитализирован и ближайшие дни останется в стационаре. Будьте внимательнее на дороге и помните, что переезжать дорогу на велосипеде или самокате запрещено. Нарушение правила опасно для жизни. Сегодняшний случай лишнее тому подтверждение. Несмотря на то, что сентябрь уже давно позади, для некоторых школьников только сегодня началась настоящая учебная жизнь. В Развилковской школе прошел праздник посвящения в первоклассники. Традиция проводить такое мероприятие существует в учебном заведении много лет. И год от года сценарий меняется. Каким он был на этот раз, узнал Максим Козлов. Порядка 22 тысяч детей в Ленинском городском округе 1 сентября 2019 года пошли в школу. Из них более трех тысяч ребят впервые сели за парты. Праздник посвящения в первоклассники в Развилковском учебном заведении – многолетняя традиция. И сейчас она стала определенным символом для маленьких школьников, своеобразной точкой отсчета. Дети неосознанно, как правило, идут в школу, их готовят к этому родители. И каждый ребенок должен ощутить себя частичкой этой школы. Что все они вместе – это наши ученики, это наши учащиеся. Этот переходный период, который был у первоклассников – два месяца. У них было даже первый месяц сокращенное количество уроков, адаптация. Адаптационный период закончился, и они уже полноправные ученики нашей школы. Первые ряды традиционно занимают главные герои праздника. Прямо за ними – папа и мамы. А потому первая песня, посвященная новой, школьной жизни, исполняется именно для них, тех людей, которые были их главными учителями до того, как они перешагнули порог школы. В Развилковской общеобразовательной школе семь первых классов. В общей сложности в них обучается порядка 210 детей. Учителя отмечают высокий уровень дошкольной подготовки первоклассников. Начальный адаптационный период практически для всех прошел без потрясений. Наше время сейчас диктует, да, такой темп идет, поэтому лучше подготовиться к школе, чем прийти неподготовленными. И тем более их развивать лучше и быстрее развитие происходит. Поэтому я рада, что у меня такие прекрасные дети, первые. Одно из главных событий праздника – вручение свидетельства первоклассника. Естественно, это не официальный документ, но для маленького человека, только начинающего взрослую жизнь, он имеет особенную ценность. И как каждый документ, еще больше дисциплинирует. Плюдаем в порядку. Правильно, кладем в терраку. И встаем мы в пятый раз, когда учитель ходит в класс. Судя по всему, первоклассники уже довольно хорошо чувствуют себя в новом качестве. До этого момента у них было время разобраться, что к чему в школьной жизни, познакомиться с преподавателем и определиться с любимыми предметами. Мне нравится, потому что Алья Анатольевна хорошо учит. А какие предметы вот лично тебе интересны? Мне интересна математика. Ну а все остальное как же? Ну, все остальное тоже интересно и интересно писать. Теперь никаких поблажек к участникам праздника не будет с этого дня. Они полноценные и полноправные ученики. Первоклассники поздоровались со школы еще в начале сентября, но тогда это было только первое знакомство. Теперь впереди у них сложные, но веселые учебные будни. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Член сборной России по карате Валентин Ким оттачивал свои навыки в видновском клубе «Десантник». 26-летний боец вернулся с национального первенства, где занял второе место. Как этот результат воспринимает сам каратист, узнал Арсений Рогозянский. В просторном зале клуба «Десантник» юные и воспитанники проводят спарринги. Всего боевыми искусствами здесь занимаются около 300 человек. Среди них тренирует и тренируется мастер спорта по карате Валентин Ким, который с триумфом вернулся в свой клуб после участия в чемпионате России. Его тренером и наставником на соревнованиях был Сергей Крылков. Что такое спорт наш? Это образ жизни. То есть они приходят в 6, 7, 8, 10 лет и уже там имеют 20-24 года, продолжают заниматься. И имеют очень сильные показатели на уровне России. Потому что выиграть, чтобы надо 10 лет прозаниматься, чтобы подняться на сильный уровень. Валентин Ким занимается карате 20 лет. 11 из них в клубе «Десантник». История каратиста очень проста. В детстве он смотрел фильмы с Брюсом Ли и решил, что хочет пойти по стопам легенды боевых искусств. Получается, у спортсмена здорово. У Валентина с десяток российских и международных трофеев. После недавнего участия в чемпионате России каратист уже проводит первую тренировку для своих подопечных. Валентин Ким – член сборной России по карате. В ее составе боец пытается отобраться на летние Олимпийские игры 2020 года, которые как раз пройдут на родине. Карате в Японии. Ранее этот вид спорта ни разу не был представлен на главном спортивном форме мира. На всю Европу в каждой весовой категории выделяется всего по два места. А значит, отобраться тренеру клуба «Десантник» будет крайне сложно. Олимпийские игры у нас за горами. Вот сейчас идет отбор в Олимпийскую сборную, который будет проходить на протяжении, получается, полугода, наверное, примерно, до мая месяца. И в мае месяце будет уже заключительный турнир. Он будет проходить в Париже, где будут даваться дополнительные лицензии для того, чтобы попасть на Олимпийский. Сейчас Валентин Ким проводит восстановительные тренировки. Мечта об участии в Олимпийских играх для спортсмена еще никогда не была так близка к исполнению. Но, как гласит девиз клуба «Десантник», возможно, все, если верить. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До свидания.